Что нужно, чтобы получить 2 балла из 2 за чтение текста вслух? Чтобы это случилось, речь должна в первую очередь восприниматься легко. То есть мы закрываем глаза, мы не видя текст, мы его слушаем и понимаем, о чем этот текст, где начало предложения, где конец предложения, где перечисление и так далее, и так далее, и так далее. И что с этим делать? Давайте посчитаем количество ошибок. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 это грустно. Давайте посмотрим в критерии. Более 7 фонетических ошибок. Что можно в первую очередь поправить? Не читать того, чего нет, и читать то, что написано. Вот эту ошибку, in real life, исправить очень легко. Ученик прочитал in a real life. То есть зачем там взялся артикль a? То есть это абсолютная ошибка по невнимательности. И еще один товарищ. Давайте послушаем и скажем, насколько хорошо воспринимается этот текст. Этот текст показателен с другой стороны, с точки зрения ошибок, искажающих смысл. То есть у вас польза налицо. Даже если вы все занятие занимаетесь исключительно чтением текста вслух, у вас каждый ученик вынес максимум пользы. Поэтому я рекомендую делать именно так. Вот такое вот чтение, оно приносит максимум пользы, если группа. Конечно. Поэтому это идеальное вообще задание для того, чтобы повторить всю лексику по теме и ответить на вопросы. Вопросы очень простые. Что, где, когда, как, почему. То есть у нас здесь что происходит? Что когда ученик пытается ответить на вопрос, я всегда за то, чтобы ученик пытался. Вот я сразу честно скажу, потому что попытка не пытка, а, возможно, какие-то баллы. По поводу ошибок, еще раз смотрим в критерии. Отдельные фонетические, лексические, грамматические погрешности не затрудняют понимание. Вот если они не затрудняют понимание, тогда мы ставим спокойно один балл. Если эти ошибки препятствуют пониманию ответа, тогда мы ставим ноль за ответ. Ученика надо настраивать на то, чтобы он давал не пограничные ответы, а точные. Если ответ пограничный, значит, дополняем его таким образом, чтобы он был точным. Чтобы у эксперта не было никакой мысли принимать, не принимать, быть или не быть. Нет. Четко ответили, так, чтобы там все было ясно и понятно. Вот к этому мы и стремимся. Одну и ту же работу можно делать разными способами. Главное, чтобы был результат. В нашем случае, конечно, желательно, чтобы результат был быстрее, эффективнее и с наименьшими потерями. Поэтому тестируйте, смотрите, как работает у ваших учеников. И на этом основании делайте выводы.